Я так понимаю, разным видом транспорта вы доставляете сюда древесину, и ЖД, и автомобильным транспортом. Сегодня мы получаем балансовую древесину с Гомельского полкового, с Могилевского полкового, с железнодорожным транспортом, полувагонами. Также древесина поступает специальными вагонами, так называемыми лесовозами. Выгодность этих лесовозов в том, что, первое, больший объем, заполняемость в лесовозе, а второе, вот видите, техника выстроена для выгрузки из полувагонов. Вот данным видом транспорта потребовалось бы порядка 40 минут на выгрузку полувагона, потому что каждый погрузчик захватом берет до 4 кубов. А если мы выгружаем из лесовозов, то сокращается почти время выгрузки в два раза. Поэтому вот решение вопроса по организации доставки леса лесовозами – это экономически целесообразно. По информации, которую дает Белорусская железная дорога, порядка 400 лесовозов находятся в обороте. По последним отправеденным переговорам мы с Белорусской железной дорогой договорились, что они будут максимально задействованы здесь у нас для подачи леса на нашу площадку. Но у вас дефицит лесовозов? Да. Мы хотели бы больше, чтобы продукции поступало лесовозами. Вместо полувагона? В этом плане, Александр Ильич, прорабатывается изготовление на собственных мощностях. Рассматриваем этот вопрос в апреле – изготовить 100 вагонов. А вам достаточно этих 100 вагонов? Я думаю, что это позволит максимально, особенно с Могилевского полухового, с Витебского доставлять. Обязательно ему надо передать собственность. Встанет на ноги, рассчитается. Этот вопрос мы решим. И надо срочно отдать заказ вагоностроителям, чтобы они делали для него эти вагоны. Может быть, еще они где-то нужны будут. Надо сделать так, чтобы в этом году проблема доставки балансовой древесины сюда была решена. Не должно ничего пропадать. Это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще. Любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценным, а переработать целлюлозу, бумагу и так далее. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия. Немножко справочное. Если даже лесники продавали бы на экспорт балансовую древесину, они бы за куб древесины получали порядка 40 евро. Мы же на тонну целлюлоза используем где-то порядка 5 кубов. Это получается порядка 200 евро. Сегодня тонну целлюлоза мы продаем за 450 долларов. То есть вот эта низкосортная древесина и позволяет делать высокий продукт. А второе, что в этом проекте самое важное. Этот проект энергонезависимый. То есть мы все то, что органику вытаскиваем из древесины, мы ее используем для производства электроэнергии пара. И в то же самое еще у нас цикл рециклинг по химикатам. Мы до 98% химикатов крутим в обороте.